Привет, друзья! Алоха, криптовалютчики! Продолжаем с вами разговор про блокчейн 4.0 под названием модуль или модуль, или модлю, как вам угодно, по-русски, конечно же, модуль. Давайте, как и обещал, перейдем к дорожной карте. Наиболее полноценная, как ни странно, дорожная карта у них на сайте. В OnePager она мне совсем не понравилась, у WipePaker она тоже такая кратенькая. Поэтому давайте по всем пунктам мы с вами пробежимся. В сентябре 2017 года, старт проекта. В ноябре развитие концепта, платформы, куча идей, то, как это будет построено, команда продумала. В январе этого года начался старт разработки и дизайна. В феврале подготовка к старту проекта и разработка Secret Sharing Service. Читайте об этом в WipePaker. В мае продумали они структуру продажи токенов, ездили на блокчейн-консенсус 2018 в Нью-Йорк. В мае же начался старт разработки платформы, модуль и платформы для приложений. 16 июля стартовал пресейл, 31 июля он закончился и 1 августа стартовала стадия ICO, которая закончится 30 апреля. Об этом я говорю. Говорят, что токен будет размещен на биржах аж в сентябре, то есть по окончанию токен-сейла, а может быть даже и в процессе. В сентябре же начало полноценных разработок Secret Sharing Service. В октябре настройка сервера майнинга и тестирование бета-версии приложения MODL. Тестирование платформы MODL в ноябре нас ждет. Что еще в этом году? Старт многофункциональной платформы намечен на декабрь и бета-версия MODL. Далее. В январе в мобильном виде это все появится. Можно будет в Google Play App Store скачать MODL приложение. Также. Что ждет в 2019 году? Разработка специализированных смартфонов с предустановленной средой блокчейна модуль. Обновления, направленные на повышение скорости транзакции. Это немаловажно. Масштабирование и проходимость. В 2020 год. Будут разработаны стационарные терминалы, совместимые с... которые дают возможность проводить микроплатежи. Внедрение MODL в эти микроплатежные системы. Разработка IOT-устройств, которые способны работать и оперировать с токенами MODL. В 2021 году продажа спецсмартфонов, собственных смартфонов с предустановленной средой приложения модуль. И продажа устройств IOT-интернета вещей. Вот такие интересные планы. Они, конечно, будут обновляться. Придумали это все вот эти ребята. Японцы. Тошики Тоширо. Руководитель проекта. Более 10 лет работает в сфере разработок программного обеспечения. Имеет огромный опыт. Следит за возможностями технологии блокчейн. Дешитомо Кикучи. Присоединился к рекруту RCHRM Company Limited. Сфокусировался в финансовой сфере. Тоже имеет огромный опыт по всему миру. Занимается операциями на брокерском рынке, бизнесом и так далее. Специалисты по маркетингу у них серьезные. Ючи Йошидо, Юсуки Мацумото. Можете почитать. За технологии ответственен Коджи Такана. Это архитектор сети DTP. Специалист по BTOPCWS сервер. Серьезный очень человек в мире цифровых технологий уже более 24 лет. Также блокчейн разработчик Jack Lee, Alan Jahangir, Honbo Kee, Nitsugi Saito, Takuya Yamagishin, Yenutsu Tsikui. Очень большая команда японская. Что ж, друзья, у них есть и партнеры. Это System Design Work, ICO Gold, Scree, Cryptonomics Capital. Можете зайти на Xite и посмотреть, кто уже поверил. Ну, а также, кто уже поверил, естественно, в этот проект. Ну, а также BitaPro, это биржа, с которой они вроде как договорились о листинге. Конечно, все новости смотрите в их соцсетях. В первую очередь в Telegram-канале, на LinkedIn, Twitter, Facebook. У них есть открытый код на GitHub и Unthread, Announcement Thread на Bitcoin Toki, как положено. Вот она, собственно говоря. Вот, собственно говоря, GitHub и Module Project. Это все, что я хотел вам рассказать про модуль, про блокчейн четвертого поколения. Подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями и до новых встреч, друзья!